здравия желаю доброго здоровья всем значит сегодня мы модернизировали систему союз союз мини что мы сделали таким образом поставили видите магнитный моторчик жалко что слабый на 110 ватт 110 ваттный магнитный моторчик и через реле как обычно брон для того чтобы разделить энергию поставили на 0,2 и 0,6 что мы применили для этого самого применение вместо маховика применили железные лопасти от вентилятора видите то есть получилось эффект в чем лучше чем с колесом так как лопасть это вот модернизация в этом разрезает воздух и также дает небольшую инерцию которая хватает что преодолеть 60 секунды чтобы преодолеть и не терять как говорится почти не теряется скорость осуществлять и получается что не надо ведущий мотор чтоб крутить так как это двигатель магнитный магнитный мотор он сразу вырабатывает электричество и когда мы отключаем значит питание через реле две секунды две десятых он работает а 6 десятых то есть три раза больше три раза больше он выдает ток то есть отсюда можно брать питание то есть эффективность получилось намного лучше за счет видите за счет разрезания так колесо тоже хороший маховик но это еще лучше так как она разрезает воздух это острые видите обыкновенный лопасть взял от вентилятора от вентилятор был на 200 ватт такой здоровый разобрал то есть получается сейчас запустим и потом я покажу какой выход у него какой кпд сейчас запускаем видите так вот значит кольтметр сначала он умеет набирать скорость вот доходит 5 20 и минимальная 4 30 то есть 5 20 и 4 30 azle . сейчас запишем значит Значит, 5,20 и минимум 4,3. Сейчас зарисуем схемку сразу, чтобы было понятнее мне и вам, кто-нибудь рисуется. Значит так, схема тут вообще простая. Мотор магнитный, магнитный мотор, 110 ватт его мощность, то есть он дает 110 ватт тока. И к нему пропеллер металлический, вот такие, трёхлопастной, вот так вот. Трёхлопастной вот пропеллер, залезный вот, как видите. Лёгкий. Почему? Он, во-первых, пропеллер лёгкий, то есть вместо колеса ещё лучше. Он лёгкий и он как раз своей массой скрашивает эти, значит, 60 секунды, когда, значит, питание не поступает. И за счёт инерции, и за счёт своей массы, он, значит, даёт... Когда не поступает, он всё равно продолжает выдавать энергию. То есть с одного провода, этим же проводом запитываем, этим же проводом запитываем, и отсюда, отсюда, вот сюда можно ставить, значит, выход. Вот. На лампочку или ещё на чё. Ну, это низкое тут напряжение, но мощность... Сейчас вам скажу, какая мощность. Значит, мотор-генератор. Дальше. Вот этот вот блок... Блок, вот он. Блок. Блок. Блок питания. Блок питания. Так. И реле. Вот тут реле. Реле, значит, 0,2 секунды. 0,6 секунды. Отсюда же мы можем брать на потребителя. Видите, вот так. Допустим, вот потребитель. Лампочка. Лампочка лича. Что у нас плохо получается? Как я высчитывал? 110 Ватт это. Вот этот вот. 108 Ватт. Но... Он не успевает набрать полную мощность. Он выдаёт где-то... 25 он выдаёт вообще. 26 даже. А здесь, как вы видели, максимальная. Вот как я указал. 5,20. То есть, 5,20. То есть, делим на 5 и 2. Получаем 5 раз. То есть, 108 делим на 5. 21 Ватт. И ещё делим на 3. Так как только работает одну третью часть. Разделим на 3. 7,2 Ватта. То есть, потребление 7,2 Ватта. Всего. У этого моторчика. А что же на выходе? Вот здесь на выходе. Вот сюда зарисуем. На выходе вот что. На 3 части поделим. Вернее, на 4. И вот четвёртая. Так. На выходе у нас. Первый раз, когда она включена в сеть. 5,20. А этот на 12 Вольт. Этот мотор на 12 Вольт. У него максимум 110 Ватт. При 12 Вольт. Значит, 12. Разделим на 5 и 2. 2,30. Вот считаем. 110. Разделим на 2,3 Вольт. 47,8. 48 Ватт. То есть, 48 Ватт даёт. А потребляет 72. Это первый раз. Так. Второй раз, когда она выключена в 0,3 секунды. Он даёт меньше. Сейчас скажу, сколько. Так. Сейчас скажу вам, сколько. Вот у меня записано. 4,3. Миним. Это вы видели. 12. Разделим на 4,3. 2,79. 110. Разделим на 2,79. Разделим на 2,79. 39 Ватт. Вот. 39 раз. Ватт. 39,2 Ватта. 39,3. 3 раза. И плюс ещё 48. Вот и считайте. Так. Вернее, не так. 39. Умножим на 3. 117. Плюс 48. 165. Так. А чтобы работать, то, чтобы работать, то, чтобы работать, работала система, надо 7,2, так как он на счётчике будет и 48 откладаться. Значит, чтобы система работала, надо вот как. 7,2. Плюс 48. 55. Видите? То есть разделим на 55. 3. Помножим на 100. 300 процентов. КПД. КПД такой системки мини. КПД. 300 процентов. То есть затрачивает 55. А выдаёт 165. Так как. Ну и объяснял уже. Многие не понимают. Почему он выдаёт? Да потому что выключен в этот момент. Одна часть включена, две десятых секунды. А потом три части выключены. Понимаете? Питание отсюда не берётся. А выключено. КПД этой системы 300 процентов. Что ещё? Для того, чтобы запустить её полностью. Ну это мини такой вариант. Я сделал, потому что нету денег. А такой мини надо ещё будет купить. Вот таких. Десяток. И тогда от этих запустим. Это будет крутить. Оттуда будет выходить. И всё. Всё. То есть туда будет заходить. В три раза больше. Понимаете? То есть даже вот так вот смотрите. Всего надо 55 ватт, чтобы её запустить. Но 48 сразу назад возвращается. Ещё три раза по 39. Видите как. Ещё три раза по 39. То есть получается 300 процентов это. Чистое. Хотя достаточно. Достаточно для системы БТГ. Достаточно 200 процентов. Почему? Чтобы она выдавала свою мощность. Так. И плюс давала. 100 процентов энергии на то, чтобы двигать второй раз. Понимаете? 200 процентов это. Это будет идеально. Тут плюс потери. 300 это хорошо. Больше и не надо. Хотя конечно если тут увеличить мощность. вот такой мотор надо. Большой. Это на 110. Есть моторы магнитные. Я смотрел. На 2 киловатта. Но он стоит несколько тысяч долларов. То есть это пока не доступно. за счёт. На этом заканчиваем репортаж. На этом заканчиваем репортаж. Это было. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...